Всем привет, друзья! С вами Виталий Кондор и вышла уже седьмая серия сериала «Король шут». Она ушла, она зовет меня во мрак, остался шаг, всего лишь шаг, последний шаг. Она ушла, она зовет меня во мрак, остался шаг, всего лишь шаг. Итак, друзья, естественно, без спойлеров обозревать седьмую серию просто невозможно. Но я уверен, что те, кто не в первый раз смотрит мои обзоры, уже привыкли к тому, что без спойлеров мы ничего и не обсуждаем. Я лишь вкратце скажу, что серия мне в целом понравилась, там очень много положительных моментов, очень много того, чего не хватало предыдущим сериям, но в то же время есть пару таких недочетов, о которых я, естественно, скажу. Поэтому ставьте чай, не знаю, там, лимонадик наливайте, приятного аппетита, приятных снов, там, что еще желают, там, добро пожаловать на обзор. Начинаем мы, впереди спойлеры. Так, друзья, прежде чем мы продолжим обзор серии, небольшое объявление. Несмотря на то, что сериал Король и Шут заканчивается, этот канал только набирает обороты по своему контенту и всему самому-самому интересному. Например, для внимательных зрителей моего канала вы в курсе, что грядет большой-большой конкурс. Ну как большой? Конкурс большой, а приз небольшой, но приятный. Поэтому, для тех, кто желает поучаствовать в конкурсе и выиграть приз, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в сообщество ВКонтакте, оно будет в описании. Ну и не пропустите конкурс, он будет после обзора на серии. А мы продолжаем. Предыдущая серия закончилась на том, что Балу ушел из группы. Пусть он ушел невзрачно, пусть этому была уделена всего одна сцена, но ему повезло, в отличие от Марии Нефедова, ему целую сцену уделили на то, чтобы он покинул группу. Машка-то просто где-то за кадром там испарилась, и вместо нее какой-то другой скрипач. Ну, не какой-то другой. Мы знаем какой. А здесь, мало того, что целую сцену уделили тому, что Балу ушел, так еще и целую сцену уделили тому, чтобы найти замену Балу. Но вот в кадре вся группа Король и Шут, включая Яшку, Князя, Горшка, Ренегата. Стоп! Вот тут уже маленькое расхождение с реальностью. Во-первых, Балу ушел в конце января 2006 года и не отыграл несколько фестивалей, которые были запланированы на февраль. И чтобы концерты не пропадали, за бас-гитару взялся Ренегат. Именно Ренегат отыграл на февральских рок-концертах. Но в конечном итоге тоже ушел из группы. А впереди большой тур, что же делать? И на помощь приходит бас-гитарист Дмитрий Кондауров, который, казалось бы, стал новым бас-гитаристом группы, но и он так долго не пробыл в группе и тоже ушел. И в конечном итоге пост бас-гитариста занял Сергей Захаров. Скорее всего, вот эта сцена по поиску бас-гитаристов и была подводкой к Сергею Захарову, чтобы он тоже засветился в эпизоде. Только засветился в эпизоде. Почему? А потому что нас после того, как нашли бас-гитариста, который заправляется бухлом, как настоящий рок-н-ролльщик... Кстати, тут еще одна небольшая помарочка. Во время кастинга Сергей Захаров играет бас-партию песни «Ром». И тут как раз-таки небольшая нестыковочка. Потому что «Ром» альбом вышел несколько позже, чем Сергей Захаров в группу пришел. И даже если эта песня уже была где-то в закромах репетиционных готова, вряд ли бы бас-гитарист использовал эту песню. Может быть, он пришел, отыграл какого-нибудь мертвого анархиста, проклятый старый дом. Ну или как в случае с сериалом «Три раза подряд куклу колдуна» сыграл. Может быть, оно так и было бы, но «Ром» еще готов не был. И вот эпизод с Сергеем Захаровым состоялся. Бас-гитариста нашли. И следующий кадр – бац! 2011 год. Ёлки-палки, ёлки-палки. Я вот в предыдущих обзорах своих говорил, что одной из проблем сериалов является его скоротечность. То, что он местами на каких-то сценах прям очень сильно акцентируется, а потом несется, 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 многое-много интересного пропуская. Я уж не знаю, насколько можно было найти интересные события у группы за пять лет, но с 2006 года он перенесся в 2011. Вкратце, вкратце, что же происходило за эти пять лет? А за эти пять лет группа выпустила по меньшей мере три альбома. «Продавец кошмаров», «Тень клоуна» и «Театр демона». Кроме этих трех альбомов выходил еще один очень любопытный сборник. Возможно, не все об этом в курсе, расскажу вкратце. В 2007 году в новогодние праздники на радио король и шут, корышка и князя, попросили прочитать сказку Морозко. Они с удовольствием согласились. Пачерицей скотину поила, кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мила еще до света. Ничем, старухе, не угодишь. Все не так, все худо. И потом, после этого подумали, они выпустят ли им собственный сборник, где они не песни поют, а просто сказки читают. И вот для тех, кому интересны страшные аудиорассказы в стиле короля и шута, не песни, а именно рассказы, которые зачитывают князь и горшок, добро пожаловать в сборник страшной сказки. Интересно же, почему бы и нет. Ну, возможно, в художественном сериале это не сильно интересно. Ладно, едем дальше. Что может быть интересно? Альбом Театр Демона. Это очень необычная история для группы Короля Шут. Потому что здесь вышел уже поистине настоящий акустический альбом. Не прозвучала электрическая гитара, ну, альбом без электричества был записан. Не в смысле, что им свет отрубили и пишитесь как хотите, а в том смысле, что без электрических гитар. И очень много интересных инструментов было задействовано. Там, например, перкуссия, виолончель, мандолина или мандолина. Поправьте меня как правильно. Я напоминаю, что я недалекий. Губная гармошка, труба и так далее, так далее, так далее. И группа назвала этот стиль арт-панк. Как она вообще охарактеризовала? То есть представьте, если бы группа Короля Шут существовала в начале 20 века. Условно там в каком-нибудь 1911 году. И играла бы свой стиль в своем стиле, но под стать инструментом тех лет. Насколько это было бы интересно слушать. Даже обложка альбома под ретро такой старый стиль сделан. Очень интересный экспериментальный альбом. У меня там лично любимая песня находится. В этом альбоме «Танец злобного гения», которую они потом в электричестве будут на концертах исполнять. Ну, очень-очень любопытный альбом. Поэтому вот главный, наверное, минус седьмой серии, это то, что перед седьмой серией примерно серии пять пропустили. Чтобы много-много интересного рассказать. Раскрыть развитие группы, насколько там они погружались или наоборот не погружались в творческий кризис. Много же было каких-то перипетитов за пять-то лет, за пять-то лет. Это не придирки, это пожелания. Потому что вот те семь серий, которые показаны, я пока не буду общую оценку сериала подводить. Но скажу, что те семь серий, которые показаны, их можно было бы увеличить, ну, как минимум до двух сезонов. По 13 серий. Ну, ладно. Идем дальше. В этой серии нам решили показать, как ставился мюзикл Тодд и каким перипетиям внутри группы Король Шут это привело. В частности, перипетиям с Андреем Князевым и раздору между ним и Горшком. И здесь показано очень красиво, очень интересно. Во-первых, что я увидел, это пока что не касаемо Тодда, но к чему это подведет в Тодде в конечном итоге. Первые серии, которые показаны, из маленьких клубов, но максимум задора, веселья и юношеского максимализма. Группа растет, развивается и далее нам показывают какие-то концертные туры. Немножечко, но показывают. Какие-то полные залы. Далее нам показывают уже полупустые клубы. Говорят о том, что цирки не собирают. То есть группа начинает снижаться. Далее какие-то камерные вообще выступления для небольшой толпы. И вот в этой серии группа выступает уже перед пустым залом. Да, это саундчек, это репетиция перед концертом. Но группа выступает перед пустым залом. И потом в этой же серии Горшок остается с князем, репетируя Тодд. А точнее не репетируя, а рассказывая ему, как он представляет вот эту зонку-оперу. Но князь говорит, что нет, ему это не нравится. Он не хочет в этом участвовать. Он хочет там, как в старые добрые времена, у короля Ижута схватает своих историй и так далее, так далее, так далее. И вот Горшок уже остается один. Один перед звездным небом. Что касается самих сцен с Тоддом, как сыграл товарищ Плотников. Сыграл он, скажу сразу, великолепно. Для начала он показывал, как Горшку тяжело это давалось. Он же, Горшок же не актер же, он как бы музыкант, он сценический деятель, творческий человек. Но не актер никак, тем более для такой сложной роли, как Суини Тодд. И показано, как он все равно хочет, как пытается вот это вот проникнуться персонажем. Плотников отлично это на экране передал. И вот здесь вот как раз таки я могу отметить положительный момент. А именно, что Горшку в этой серии придали больше человечности. То есть, помимо его злых пороков, которые сопутствовали с ним, у него еще и много доброго проскальзывает. Мне очень понравилась сцена с мамой. Где он вначале переносит свою боль и страдания, что не может в полной мере передать роль, а хочет передать. И говорит об этом маме, но не прямо точь-в-точь об этом, а просто передает свою боль какую-то. А мама находит нужные слова, чтобы утешить своего сына, и он ее обнимает. Вот этого вот не хватало, вот такого Горшка, который не только там проходит через какие-то злые пороки, не только погружается в свои фантазии, обнимается со своими демонами в этих фантазиях, но и в котором есть творческий, ранимый, романтический человек, который нуждается в поддержке. Я думаю, я не был знаком с Михаилом Горшеневым, но я уверен, что это тот творческий романтик, которому точно нужна была поддержка. Поддержка со всех сторон. Причем ему, может, и не хватало одной какой-то поддержки. Ему нужна была поддержка со всех сторон. Мама, жена, группа, фанаты и лучший друг. И вот здесь вот в серии показано, как лучший друг от него уходит. И вот здесь накладывается, кстати, в сериале обида на обиду. То есть показано, вроде как показана точка зрения больше Князева, но это прям чувствуется в серии, что его точка зрения показана. Но в то же время не лишена объективности, потому что Князев, ну ни в какую не хочет участвовать в опере и уходит. А Горшок не хочет, чтобы он уходил. Он хочет, чтобы друг был рядом, как в старые добрые времена, как они тогда обсуждали, какое название для группы подобрать. Как в Москву поехать. Какую песню в Москве первой на концерте спеть. Он хочет, вот как в детстве старые добрые времена. А Князь хочет другого. И он тоже хочет, как в старые добрые времена, но в плане стилистики. В плане того, чтобы король и шут развивался в музыкальном направлении в другом. Он хотел переключиться полностью в театр, в тот. Я там себя не увидел, потому что мне предложили роли священника и судьи. Нет, я могу сыграть судью. Вот смотрите, я просто поименно не всех знаю. Эй, ты! Ну, в принципе, отличная роль. И я подумал, что это не мое. Несмотря на красивую сцену с мамой, мне не понравились взаимоотношения с Ольгой, как показано. Я согласен, что где-то горшок мог вспылить на Ольгу. Мне одна сцена с Ольгой понравилась, когда он сказал, что Оль, ты Сашина мама, а не моя. Когда она проявляла чрезмерную такую материнскую заботу. Но мне не хватило все-таки здесь, чтобы он... Пусть он вспылит на нее, пусть он наорет на нее, пусть он скажет, что она давит на него. Но пусть в какой-то сцене просто две секунды времени он подойдет и обнимет ее. И это тоже много скажет о человеке. Но князь покидает группу. Это реальная история. То есть для начала он просто покинул, чтобы делать сольный проект. А потом, чуть погодя, объявил о своем окончательном уходе. В группе вторым вокалистом становится Ренегат. Да, мы помним, что в феврале 2006-го он ушел из группы. А в августе 2011-го он вернулся в группу. Я помню те времена, когда горшок радовался. Говорят, ура, Ренегат вернулся. Теперь мы можем вновь запилить альбом в стиле бунта на корабле, в стиле хардкор панка. Как же я тогда радовался, елки-палки. Я думал, что да, бунт на корабле мой любимый альбом для тех, кто не знает. И я думал, что вот, вот она, вот она, тяжесть, рок-н-ролл, хардкор панка, круто будет. Жаль, не увидел этого. Концерты князя показаны, что он собирает по 50 человек. Но в серии показано, что это якобы потому, что Король и Шут перекрывает концерты князя. Приезжая чуть ли не на следующий день и объявляя о том, что билеты, которые купили на концерт князя, их можно использовать на Король и Шут. Действительно ли такая история была? Кто знает. Я просто, насколько знаю, чуть-чуть другую историю в плане князя. То есть, когда он образовал свой проект, Король и Шут еще существовал, поначалу многие поклонники Короля и Шута не воспринялись всерьез этот проект. То есть, всем нравился Король и Шут в своем классическом составе. Всем нравилась энергетика Короля и Шута, харизма Горшка и неподражаемый шарм князя. Все это на одной сцене, всем вот так вот нравилось. Когда Горшок стал отдельно в группе Короля и Шут, с этим поклонники еще смириться могли, потому что это продолжал быть Король и Шут. А вот то, что князь пошел своей отдельной дорогой, ну, тут уже не все восприняли, не сразу, во всяком случае. В одном из интервью Горшок даже говорил, что его заботит то, что князь собирает по 50 человек. Но даже в том интервью чувствовалось, что его заботит не то, что князь собирает по 50 человек, а то, что князь не рядом с ним. Князь его оставил. Я знаю, что князь собирает в городах по 50 человек, в принципе, но это не есть хорошо, я считаю, по деле. Потому что он не прокормит свою семью, это плохо на самом деле. Он талантливый человек, мне кажется, князь. Он талантливый человек, да? Он талантливый человек, он уже прокормить определено, правильно, да? Да. И кто его прокормит? Это вопрос. Вот так вот. А он думает об этом? Мне кажется, каждую ночь. Нет, не с тем он связался, с чем это нужно было делать на самом деле. Потому что... Важно понимать, что и в серии это показано, что Горшок выражает глубочайшую обиду, что князь его оставил, и не может скрыть это. И в интервью говорит о том, что князь невеликий, то есть чуть ли не на оскорбление переходит. А вот князь уже обижается на поведение Горшка. И вот здесь вот показано, что они выросли, но остались теми же самыми детьми, которыми были там в 90-х годах. То есть где-то они научились решать взрослые вопросы, где-то подстроились под этот мир. Но в общем и целом они остались все теми же пацанами, которые чуть что обижаются друг на друга. И вот это вот их и погубило, скорее всего. Что касается грима, который накинули на товарищей Плотникова и Коноплева. Коноплев, наверное, стал больше походить на взрослого князя, но опять же, простите. Хорошо Коноплев играет, я не буду его критиковать. Все, я не буду. Отлично, вот просто замечательно. Но Плотников сыграл, повторюсь, замечательно. Но есть одно но. Почему ему прическу, как у старой бабки сделали-то, елки-палки? Да, я знаю, что Горшок уже начал сидеть к своим последним годам. Это было видно, что он не был никогда таким лохматым и растрепанным все время. Почему Горшок во всех кадрах такой лохматый и растрепанный? Вот таким образом им через вот эту неряшливость попытались ему передать возраст накинуть? Совушка, ты что без света стоишь? Да, были и смешные моменты в этой серии. Даже с Шутом, которого я все время критикую, даже здесь он показал одну прям замечательную сцену с тем, когда кодировали Горшка. И когда он сказал, ты что с этим перочидным ножиком собираешься сделать? Возьми мою катану, чтобы нормально орудовать. Это было смешно. Ой. В целом, конечно, чувствуется, что сериал подходит к концу и уже скоро все закончится. Переходим к фэнтезийному миру. И тут в фэнтезийном мире будет очень интересное открытие, которое для меня стало необычным. Как мы помним в предыдущей серии, князя оглушила принцесса. Я думал, что это не принцесса, но на самом деле это оказалась околдованная принцесса. И вот князь оказывается в логове колдуна. Это логово по своей картинке, по антуражу, по тому, как все снято и смонтировано. Это просто великолепно. Вот на самом деле я не устану повторять, что картинка, особенно в фэнтезийном мире, на самом высочайшем уровне. Вот это прямо потрясающе. Колдун рассказывает князю, что он хочет попасть в другой мир, где он будет единственным колдуном. Мне, кстати говоря, пришлось серию несколько раз пересмотреть, чтобы понять, что говорит колдун. Он говорит таким пафосным, глубоким голосом. Ну, очень не слышно все, что он там говорит. Вот с первого раза был... Что? Что ты там сказал? Как в мир попасть? Не-не, я не услышал с первого раза. Но, тем не менее, колдун был очень хорошо показан. Сама локация мне очень сильно напомнила локацию Mortal Kombat 2. Там, кстати говоря, и Император был в этом Mortal Kombat 2. Очень сильно визуально похож на колдуна. Ну, это Mortal Kombat 2 не самый лучший фильм всего человечества. Но, тем не менее, похоже. Также мне очень сильно понравилось, как он сказал, ну что ты, князь, все идет по плану. И все идет по плану. Колдун. Не тот ли это колдун? Родзинского тут не хватает. Чтобы помочь князю, должен его найти горшок. Вот был один момент, который мне непонятен немного остался. То ли это задумка автора такая, то ли это косяк монтажера. Почему показывают пруд, лес, дорогу, уходящую вдаль, там замок колдуна, а потом в следующем кадре, бах, просто лес. Ладно, предположим, это такая задумка автора, что замка колдуна не видно, вместо него там чудится лес, и только горшок на миг его увидел и понял, куда нужно идти. Или это все-таки косяк монтажера? Непонятно. Ладно. Мне очень понравился юмор, который присутствовал в фэнтезийном мире. Там, например, когда принцесса заколдованная нападает на князя, он находит нужные слова, чтобы она одумалась, очухалась и пришла в себя. И как только это случилось, князь готов напасть на колдуна. Колдун там, ать, как джедай, и поднял его. И тот говорит, эх, ты чё ж ты раньше такого не делал-то? Это было круто. И там, когда горшок уже появился, нападал на колдуна, тот говорил, что ж ты мой костюм повредил? Это на закат шито. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Экшн-сцены, несмотря на то, что они показаны не сильно на уровне Властелина Колец, скажем так, правильного Властелина Колец, но все равно это были веселые, подвижные и крайне динамические сцены. Вот фэнтези сплетается в целую сказку, которую от начала до конца интересно смотреть. Может, кроме пары скучных моментов за весь фэнтезийный мир, но в целом очень интересно смотреть за фэнтези. И вот здесь вот меня постигло откровение. Горшок победил колдуна. Колдун оказался в нашем мире, но его дух оказался в нашем мире. Не сам колдун, потому что колдун умер. И он увидел в нашем мире те же самые лица Горшка и Князя. И из вредности колдуньи своей решил отомстить. И, получается, начал вышибать почву из-под ног Горшка в нашем мире. То есть в плане задумки это, конечно, очень круто. В начале я думал, что фэнтезийный мир это тайный мир Князя. Я ошибся. Это не может быть тайным миром Князя, потому что иначе бы он к одному Горшку не подселился в голову. Но потом я подумал, что это тайный мир Горшка в этой серии. Я подумал, но тоже нет. Скорее всего, нет. Почему он поселился в голову Горшка? Потому что Горшок его убил. И поэтому он решил в другом мире отомстить Горшку. И вот здесь меня постигло откровение. Это не просто мультивселенная, где есть наш мир, есть фэнтезийный мир с такими же людьми. Только в профиль, так сказать. Напишите в комментариях, кто в детстве, может, или не так давно смотрел... Ну, это сериал, по-моему, был. Назывался он «Десятое королевство». Это сериал о том, что вот есть наш мир, в котором мы все привыкли жить. А есть фэнтезийный мир. И из нашего мира можно попасть в фэнтезийный мир. И наоборот. И это два мира, которые существуют параллельно друг к другу. И все сказки, которые рассказаны, они существуют в реальности только в другом мире. И вот здесь вот сказки, которые король и шут пел, они тоже существовали в другом мире, как отдельная вселенная. Кстати, тот самый колдун, это все-таки песня куклы колдуна. Друзья, несмотря на технические неполадки, я все-таки сделал этот ролик. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень-очень вдохновляет и помогает развитию. И знайте, что дальше будет больше. Да несмотря на то, что сериал заканчивается, король и шут все равно остается с нами. Даже не в виде сериала, а в виде того самого правильного короля и шута, который мы все так любим уже долгое-долгое время. Но я не прощаюсь с сериалом, потому что нас ждет еще одна серия, а вы пока допишите, как вам седьмая серия. Ну и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok